Продолжение следует... ...бережит им сражения и ужасы, пройденных им фашистских концлагерей, поминутно и каждый день. Я помню все эти даты, понимаешь, они в меня, в кровь мою сосались, впились. Я их не забываю, эти даты, не удивляйся, пожалуйста. В войну я попал очень просто. Я с 1939 года в армии служил. В армии мне исполнилось 18 лет, вот в 1940 году, в 1939 мне было 18, но я уже в армии в этом был. В армии бойцов, даже командиров, тогда офицеры не назывались, командиров со средним образованием было. Раз-два я обчелся. Нас, кто со средним образованием, нас обзывали шибко грамотными, издевались над нами, представь себе. У меня был командир роты, он был младший лейтенант, потом лейтенантом стало. А у него образование было 5 классов, представляешь себе. Но он был умница большой, он прекрасно осознавал то, что у него недостаток знаний, понимаешь. И вот по вечерам он в коптерку нас забирал, у нас несколько человек было, несколько ребят со средним образованием. И приведет нас, сядет, все, ребята рассказывайте, что хотите, физику, математику, арифметику, литературу, ну что хотите. Он питался этими знаниями, хотел восполнить. Вот за это я его очень уважал. Службу в армии Михаил Придонов начинал с финской войны и Бессарабской военной кампании. Получив сначала звание младшего сержанта, а в мае, перед самым началом Великой Отечественной войны, младшего лейтенанта, пройдя обучение на ускоренных курсах в Одессе. Полтора месяца мы были, считались на курсах, от курсов мы ничего не получили. Ну просто у меня было уже, я уже почти что два года служил в армии, понимаешь. Я уже был в этом отношении, грамотный парень был. Нам приказ присваиваться звание младшего лейтенанта, и бумажка, направление, 20 числу быть по назначенному месте в части. Вот я в Непродвиженск приехал, формируется новая дивизия, ничего на ровном месте, еще ничего нету. А я уже командир радиозвода. Какой взвод, какой батальон связи? Ну как командир взвода я получил новейшую по тем временам радиостанцию РСБФ. Радиостанция скоростного бомбардировщика, фронтовая РСБФ. С ней Чкалов в Америку летал. К слову, вот, мои дистанции шикарные, новые, мощные, все это надо было тут расконсервировать, и все, а никого нету, кто там. Пришли мобилизованные человек, кого-то там, я уж не помню, кто радисты? Нету. Никакого, никто нету, никто ничего не знает, никто не... А где их надо учить? Учить радиоделу, я их учил на гармошке. На гармошке, представляешь, себе отступила. И вот, значит, я туда 20-го прибыл, а 6 августа, 6 августа, утром, подъем, по тревоге, меня с мотоциклом в штаб дивизии. Командир дивизии был полковник Калинин. На карте показывают, вот здесь прорвались немцы, у них десант усиленный. А тут еще стрелковый батальон. А я предаюсь, как офицер связи к этому батальону. Ваша задача уничтожить, так и можно, больше танков. Хорошо, не? Здорово. А чем уничтожать, он не сказал. Чем будем танки уничтожать? Винтовкой. А у нас только винтовка. Там несколько штук были такие, были такие грустные. Ротные минометики, 50 млит. Но против танков с них ничего... Если там попадаешь в пехоту, ну еще куда-нибудь. Но, в общем, короче говоря, винтовки. Все. Ни бутылок, ни гранат, ни пушечка. Хотя бы были бы эти сармка-мельтрового противотанковые. Ничего. Ну и завязался бой. И оказалось то, что вот эти 6 дней, что мы задержали продвижение немцев, сыграли огромную роль в деле обороны дивизии. Она успела расформироваться. Ну, в общем, задержали, и они могли что-то сделать. Вот, оказывается, мы молодцы. Вот это был наш первый бой, который мы приняли. А мне приходилось... Уже у меня и винтовки не было. Тут нога на день тогда у меня была. Пистолета даже не было. Нога была. А тут же ребята залегли и командуют. Как могли, отстреливались, защищались и потихонечку отступали. Я вооружился в винтовку, вооружился в винтовку, патронами какого-то убитого подобрал. И туда-сюда. И приезжал, и езжал, стрелял. Ну, в общем, это был настоящий бой первый. Ну, потом, когда мы вернулись, меня в батальоне уже считали, что я уже погиб. Уже хотели домой сообщать, что погиб такой-то. Ой, Мишка, ты оказывается живой. Вот твои сто грамм остались. Что, давай, давайте, мы тебе сто грамм помешали. Ворошиловская сто грамм. Я остался единственный представитель 273-й стрелковой дивизии. Как она назвала? Дивизии пропавшей без вести. Она канула в бездну. Нету ничего от нее. А я остался. Затем было окружение и попытки с боями прорваться к своим. Опоздали всего на один день. Двигаясь в сторону деревни, в которой предположительно дислоцировались советские войска, нарвались на фашистов, уже захвативших этот населенный пункт. Окружение. Из окружения вырываемся, выезжаем. Где-то застряли. Какой-то там подлесок такой. Разведку послали в деревню. Разведка как поехала, так и не приехала обратно. Вместо разведки приехал немецкий транспортер с пушкой. И там отделение солдат. Мы тут, ребята, залегли, все это. Это автоматчик, пушка по нас бах-бах. У меня вот сюда все-таки пришло, что же мы так, это будем дурака из войти. Я говорю, ребята, за мной вперед. И вот я, правда, в жизни мне довелось единственный раз участвовать в такой атаке буквально, рукоплошной, впервые. И вот я помню, бегу, орешь, что-то несусветное. Я не знаю, не то, что ура, не то, что мама. Я не знаю, все в перемешку с матом. Что попало? Ну, вот этих немцев мы перестреляли. Я тоже двух, значит, подбил. Я говорю, ребята, допросим. Какой? Там слепнули их сзади. Вот это был первый бой. Это я, если можно... Ну, бой был самый настоящий. Лицом к лицу, глаза в глаза. Это, знаешь, очень страшная штука. Я только... Мне больше не довелось, хотя это мне и не касалось. Но вот это я на всю жизнь запомнил. Вот как? Глаза в глаза. И он на мне. Он уже руки поднимает. Значит, я настолько озеревший, потеревший человеческий облик, что этот немец уже растерялся, понимаешь? Руки вверх. И кричит, не толкует, понимаешь? Он рабочий, у него киндер. Ну, тут, твою мать, какие киндеры? А что у нас киндеров нет? Что ты здесь потерял? Это был последний раз, когда изнуренным холодом и голодом бойцам Красной Армии повезло выйти победителями в неравной схватке. Следующее столкновение с немцами завершилось пленением и четырьмя годами концлагерей. Концлагерь – это мера наказания. За что-то. Что-то ты натворил, ну, с их точки зрения. Для нашей точки зрения ты соблюдал присягу, понимаешь, выполнял как мог. И за это нас, как наказание, в концлагере. В концлагере охрана эсэсовская, в лагере пленных обыкновенные солдаты армейские. В концлагере. И у нас одежда полосатая, и костюмы были наносы, понимаешь? И там не были, мы не человеки там были, нас за людей не признавали, понимаешь? Надо было свой нодор знать наизусть. Каждый эсэсовец, каждый из охранников мог тебе ударить, привить, убить, что хочешь. За неоднократные попытки побегов из лагеря для пленных Михаил Придонов был переведен в концлагерь Гросс Розен. В советской школе учили пользоваться слесарными инструментами. Поэтому, увидев, что напильник из убила знакомый военно-пленному, его определили на завод, в цех, где монтировали торпедные аппараты. Торпедные аппараты, труба. Она сантиметров 80 диаметром, знаешь? Выход у него косой срез. Там надо повесить клапан, крышку. Открывай, чугунные на этих талиях привезли. И там с петлей вместе, петля, там 16 отверстий, везде резьба. Нужно 16 болтов завертеть и все. Простое дело, верно? Но на крайне подержили, подвели, один болт закрутили и все. А остальные не подходят. Представь себе, наши же ребята. И там бортили, понимаешь? Что же я должен выдавать на этих ребят? Надо что-то делать. Я, по всем правилам, беру этот болт, тиски, резю с него напильником, дырачом, спириваю. И так молоток с него тогда, взяли. Так 16 болтов. А когда этот торпедный аппарат выстреливает ракету, он стреляет сжатым воздухом. На нем смонтируется уже компрессор. До-до-до-до-до-до-до-до-до-до. Качает, качает, качает. Бах! Выстреливает, понимаешь? От этого бах-бах-бах и баха, я не знаю, эти балды там. Наверное, вылетят. Не знаю я. Но, по самому, что я делал, портил. Из Гросс Розена Михаила Придонова перевели в Маутхаузен. Тот самый концлагерь, где был зверски замучен генерал-лейтенант Карбышев. За день до освобождения концлагеря войсками союзников, начальник лагеря решил, что тратить продукты на больного Придонова пустое. И внес его в список к сожжению в крематории. Меня привезли 13-го в Маутхаузен. Ты знаешь о Карбышеве, да? А Карбышеву привезли 18-го. Это его и его ребята обливали водой на площади. И все ближайшие бараки, окна закрыли и запретили кому-то выглядывать. Понимаешь? Не разрешили наблюдать такое злодейство. Ну, и это потом, через много лет это выяснилось, каким-то, я сейчас не могу сказать, не помню, выяснилось, что Карбышев, что Карбышев был советский царский полковник еще. Царский полковник, он был фортификатный строитель укрепленных районов, укреплений. И он был на проверке, на комиссии как раз в районе Брестской крепости. И там же он попал в плен сразу же, понимаешь? И вот сколько-то лет, четыре года с лишним его мурыжили по лагерям, и он не хотел с ними работать, понимаешь? И все, и они хотели заставить его работать. А он и в конце концов его не сожгли, не повесили, не расстреляли, а заморозили. Это факт. Вот так. И об этом факте, к сожалению, мало кто знает. Понимаешь? Говорят, что в окопах не бывает атеистов. Крестившийся в возрасте 90 лет Михаил Придонов согласен с этим мнением, потому что верит. Во многом его оберегали молитвы матери и собственная вера. Тот стержень, который помог пережить сражения и ужасы фашистских концлагерей. Я вообще не крещеный был в детстве, потому что я родился в 21 году, а мой папа был коммунистом. А коммунистом, как можно было сына в церковь крестить? Ну, что тебе сказать? Все мы христиане по натуре, по природе. Понимаешь? Ведь, хотя я и был некрещеным, в тяжелейшие моменты жизни, я волей-неволей, Господи Боже, помоги, сам себя ловил на этой мысли. Понимаешь? Сам себя ловил, что я, как это? Ну, так. Это уже в нас сидит. Оформлено, не оформлено. Крещеный, не крещеный. Сейчас мне крестили, теперь я христианин. Сегодня церковь и общество сходятся во мнении о важности патриотического воспитания. Без помощи ветеранской гвардии этого не сделать. Поэтому Михаил Придонович Придонов, русский ветеран, прошедший три войны и два концлагеря, готовится к грядущим юбилеям и продолжает на примере своей жизни воспитывать новое поколение россиян, любящих Бога и Отечество, трожащих историческим наследием и, по-хорошему, гордящихся тем, что они дети России. Редактор субтитров А.Семкин